Девушки отдыхают Мы не против того, чтобы тут, естественно, строился какой-то объект Но на данном этапе у людей проекта нет Откуда они взяли здесь якобы проект этого проезда, тоже непонятно Нам обещали здесь построить детский садик У нас двухлетний ребенок, мы ходим вот через эту горку Ходим 30 минут до детского сада Здесь обещали построить детский сад И если здесь начнется стройка и большие машины будут здесь ездить У нас уже начала трещина в подъезде пошла От одного проезда крупной техники С детским садом жильцов этого уютного района, похоже, обманули Поменялся собственник Единственное, чего хотят местные, чтобы строительная техника ездила на стройку в объезд их дома Асфальт здесь уже разломан Крупногабаритные машины постарались Даже на данном этапе видно, что это не является проезжей частью Нет ни знаков, ни регулирований, ничего Никаких разметок Это даже заездом не считается Двухлетнюю судебную тяжбу жильцы этого дома выиграли И добились того, чтобы этот злополучный забор с незаконным проездом Перенесли на 15 метров от их дома В день разборки сюда приехал и судебный пристав для исполнения решения суда Ну, соответственно, мы не могли препятствовать приставам Конечно, запустили вчера экскаватор сюда Думали, что он будет заниматься тем, что они обещали А фактически они начали заниматься территорией под строительством Только всего Хотя и это по законодательству запрещено Должно быть что? Строительная площадка должна огорожена Должно висеть плакат, что строится застройщик, заказчик Ну, все строительные нормативы, которые есть, они прописаны в законах Считайте, написано, должно быть лицензия на право строительства А где? Ее тоже должно быть оговорено Этого всего нету И они вчера вот так вот заехали, скажем так, просто обманом Жильцы предоставили нам видео, на котором снято, как строительная техника Занимается очисткой территории от деревьев по отдали от забора Но речи о переносе ограждения так и не идет Застройщик винит во всем местных жителей У меня есть на руках уведомление о выполнении переноса забора этого И я пытаюсь это сделать А сейчас вижу препятствия Видите, машина стоит? У меня техника не может туда пройти Больше комментировать не буду Единственный проезд на участок, который перекрыт жильцами Перенос забора упирается в тупик по той простой причине, что за ним уже незаконно навалено много строительного мусора Неужели нельзя отодвинуть забор без подъезда и применения техники? Нет, нельзя Нет рук, нет людей у вас У меня нет людей, которые способны по 2-3 тонны поднимать По 5 тонн поднимать И справа, и слева был подъезд Не забор, а мусор, который там лежит строительный Посмотрите, вот он в куче сейчас лежит Вот вы сможете найти мне людей? Найдите людей, я без техники перенесу Предлагали им проезд сделать вот между домами Если там будет жилье, люди, которые там построятся, будут жить Им должна быть дорога Значит, соответственно, должен быть подъезд Там по-любому будет дорога И мы им сразу предлагали, чтобы они организовали этот въезд, выезд оттуда для нового строительства Пускай они начинают благородить даже для будущих своих клиентов Вот просто когда даже все это произойдет, будет покупка Люди даже вот к нам будут ходить, мусор выкидывать, да Даже на будущее, чтобы сотрудники Капронска, да Могли заехать и забрать у них те же отходы коммунальные, да Коммунального характера Им нужно куда-то, где-то тоже заезжать Вот пускай вот здесь и заезжает Это нормальная инфраструктура К слову, на этом собрании не присутствовал один из главных участников происходящего Руководитель управляющей компании «Вертикаль», которая, по словам людей, и открывает шлагбаум застройщику для проезда на частную территорию В следующий раз жители хотели бы выслушать и его Иначе скандалить здесь намеренно и дальше Столько, сколько потребуется Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город»